Гепатит. Воспалительное заболевание печени, как правило вирусного происхождения. ВОЗ признает гепатит как опасное заболевание. В 2016 году крупное международное исследование показало, что отсмертность от гепатита сопоставима с туберкулезом, малярией и ВИЧ. Симптомы гепатита. Желтуха. Наиболее известный симптом возникает, когда белярубин, не переработанный в печени, попадает в кровь и придает коже характерный желтоватый оттенок. Однако часто бывают и безжелтушные формы гепатита. Иногда начало гепатита напоминает грипп с повышением температуры тела, головной болью, общим недомоганием, ломотой в теле. Как правило, это так называемая маска, начинающаяся вирусного гепатита, характеризующейся слабостью. Боли в правом подреберье, как правило, возникают вследствие растяжения оболочки печени или могут быть связаны с желчным пузырем и поджелудочной железой. Боли могут быть как и тупые, длительные, ноющие, так и приступообразные, интенсивные, могут отдавать в правое плечо и правую лопатку. Клинические аспекты гепатитов выделяют две основные формы клинического течения гепатитов – острую и хроническую. Острая форма течения наиболее характерна для гепатитов вирусной природы, а также для гепатитов, вызванных отравлениями, в том числе и сильными ядами. При острой форме развития гепатита наблюдается заметное ухудшение общего состояния больного, развитие признаков общей интоксикации организма и нарушения функций печени, а также повышение уровня трансаминации общего билирубина крови. Острый гепатит, как правило, заканчивается полным выздоровлением больного. Однако в некоторых случаях наблюдается переход острого течения болезни в хроническое. Хроническая форма Хроническая форма может развиваться самостоятельно или продолжать развитие острого гепатита. Клиническая картина При хроническом гепатите бедное заболевание долгое время протекает бессимптомно. Характерно стойкое увеличение размеров печени, тупые боли в правом подреберье, непереносимость жирной пищи и ДР. При хроническом гепатите клетки печени постепенно замещаются соединительной тканью, так что в большинстве случаев нелеченный хронический гепатит ведет к развитию цирроза печени. Пациенты, страдающие хроническим гепатитом, подвержены высокому риску развития первичного рака печени. Хронические вирусные гепатиты В, С, Д в ряде случаев поддаются противовирусной терапии. Лечение проводится опытным инфекционистом-гепатологом. Этиология гепатитов Воспалении печени может быть вызвана различными факторами, способными повреждать паренхему печени. Этиотропная классификация гепатитов включает 1. Инфекционный гепатит, гепатиты и гепатит B, гепатит C, гепатит D, гепатит F, гепатит G. Гепатиты как компонент. Желтые лихорадки, цитомегаловирусные инфекции, краснухи, эпидемического паротита, инфекции вируса Ипштейна, БАР. Разнообразных инфекций герпеса, лихорадки ласа, спида, бактериальные гепатиты, при лептоспирозе, сифилиси, 2. Токсический гепатит и алкогольный гепатит. Лекарственный гепатит. Гепатиты при отравлении различными химическими веществами. 3. Лучевой гепатит. 4. Гепатиты как следствие аутоиммунных заболеваний. Вирусные гепатиты. Гепатита. Гепатита. Когда вызывается РНК вирусом семейства пекарновирида, заболевания передаются элементарным путем. Вирус попадает в организм человека загрязненными продуктами питания, водой, предметами обихода. Основным источником инфекции служат больные с безжелтушными формами болезни. Вирус выделяется скалом больного в инкубационный период и в начале болезни. При попадании в желудочно-кишечный тракт вирус проникает через слизистую оболочку кишечника и стоком крови заносится в печень, где внедряется в клетки печени и начинает активно размножаться. Инкубационный период равен в среднем от 15 до 30 дням с вариациями от 7 до 50 дней. Поражение печени связано с прямым разрушительным действием вируса на гепатоциты. Вирус гепатита А имеет кислоту устойчивую оболочку. Это помогает вирусам, попавшим загрязненными продуктами и водой пройти кислый защитный барьер желудка. Выраженность клинических проявлений варьирует в зависимости от степени поражения печени. Различают острую форму, подострую и субклиническую форму болезни. Основными симптомами являются общие недомогания, лихорадка, боли в мышцах, рвота, диарея, тупые боли в правом подреберье, увеличение печени, темная окраска мочи. Может быть желтушная окраска кожи и слизистых оболочек, однако это встречается не всегда. Острый гепатит верифицируется по антителам класса ИГМ в сыворотке крови. После перенесенного заболевания развивается пожизненный иммунитет, обусловленный ИГГ. Гепатит В вирус, вызывающий гепатит В, относится к семейству хепадноверида и провоцирует как острые, так и хронические формы гепатита. Хронический гепатит развивается у 10% взрослых больных, перенесших гепатит В. Источниками инфекции служат больные с острыми и хроническими формами гепатита, а также вирусоносители. Передача вируса осуществляется парентерально-естественными и искусственными путями. Из естественных путей наиболее распространен половый путь передачи инфекции. Также возможна передача инфекции во время родов от больной матери ребенку или трансплацентарной и заражение плода во время беременности. Искусственный путь передачи инфекции осуществляется при переливании зараженной крови или ее компонентов. При использовании нестерилизованных хирургических или стоматологических инструментов, шприцов и ТП, для такого заражения достаточно 0,001 мл крови. Проникнув в кровяное русло, вирус с током крови заносится в печень, где внедряются в гепатоциты. Вследствие внутриклеточного размножения вируса в мембрану гепатоцитов встраиваются вирусные белки, которые, будучи распознанными клетками иммунной системы, вызывают развитие иммунного ответа. Дальнейшее разрушение клеток печени происходит под влиянием Т-лимфоцитов. Инкубационный период может продлиться от 50 до 180 дней. Клинические проявления гепатита В во многом схожи с таковыми при гепатите и чаще всего развивается желтушная форма. Больные жалуются на расстройство пищеварения, боли в суставах, слабость. В некоторых случаях на коже появляются зудящие высыпания. Желтуха нарастает параллельно с ухудшением самочувствия больного. Наиболее часто регистрируются средние тяжелые и тяжелые формы болезни. По сравнению с гепатитом, при гепатите В чаще нарушение функций печени носит более выраженный характер. Чаще развивается холестатический синдром, обострение, затяжное течение, а также рецидивы болезней и развитие печеночной комы. Острая форма гепатита В примерно от 10% пациентов переходит в хроническую активную или хроническую персистирующую формы, что со временем ведет к развитию цирроза печени. После перенесенного заболевания развивается длительный иммунитет. В целях профилактики проводят плановую вакцинацию населения. Существуют экспресс-тесты, позволяющие проводить обследование на гепатит В в лабораторных условиях или дома с помощью тест-полосок. Иммунохроматографический экспресс-тест, выявляющий антитела к гепатиту В. Надежное и безопасное средство, способное за 10 до 15 минут диагностировать наличие или отсутствие заболевания. Материалом для исследования служит кровь из пальца руки. В случае определения заболевания на индикаторе теста появляются два фиолетовые полоски. Отрицательный результат – одна полоска в контрольной зоне, одна полоска в тестовой зоне или их полное отсутствие говорит о том, что анализ необходимо сделать повторно и с новым индикатором. При использовании современных противовирусных препаратов существует небольшая вероятность полного излечения гепатита В. Регилированный интерферон может считаться лекарственным средством первого выбора для лечения пациентов с хроническим гепатитом В. Ввиду опасности развития побочных явлений в ходе интерферона терапии хронических вирусных гепатитов, в частности гепатита В, таких как депрессия, дерматологические проблемы ДР. Лечение должно проводиться под контролем опытного инфекциониста-гепатолога. Гепатит С. Гепатит С вызывается вирусом семейства флавиверида, на данный момент различает 11 основных генотипов вируса гепатита С. 1А, 1 млрд, 1С, 2А, 2 млрд, 2С, 3А, 3 млрд, 4А, 4 млрд, 4С, 4Д, 4Е, 5А, 6А, 7А, 7 млрд, 8А, 8 млрд, 9А, 10А, 11А. Гепатит С передается при контакте с зараженной кровью. Гепатит С может приводить к развитию хронического гепатита по завершающей гостицеррозам печени и ракам печени. Вакцины против гепатита С не существует. Пациенты с гепатитом С предрасположены к развитию тяжелого гепатита, если контактируют с гепатитом А или В, потому все пациенты с гепатитом С должны быть вакцинированы против гепатита А и В. Как правило, из 100 инфицированных от 3 до 5 человек погибают. Группа риска прежде всего связана с переливанием крови и ее препаратов, хирургическими операциями, инъекциями наркотиков с использованием общих шприцов, беспорядочными половыми контактами. Предполагается, что возможно заражение при общем использовании в быту эпиляторов, маникюрных, бритвенных принадлежностей и Т.П. Считается, что от 15 до 20% зараженных вирусом гепатита С излечиваются самостоятельно при помощи собственной иммунной системы. У остальных больных заболевание приобретает хронический характер. Порядка 20% хронических больных рискуют прийти к циррозу или раку печени. К клинической картине хронического гепатита С наиболее характерен остенический синдром. Слабость, быстрая утомляемость, прогрессирующие снижения трудоспособности, нарушение сна. Стоимость лечения гепатита С может доходить до 70 тысяч долларов. За курс в лечении применяются как импортные препараты, так и их российские аналоги. Стоимость лечения, продолжительность лечения, а также вероятность излечения зависит от генотипа вируса, возраста и пола больного, продолжительности заболевания и других факторов. В настоящее время противовирусная терапия представляет собой комбинированную терапию препаратами боципривира или телопривир-интерферон-рибовирин. В сочетании с рибовирином, ПЭК-интерферон-Альфа-2 может быть эффективнее ПЭК-интерферона-Альфа-2 миллиарда, хотя этому нет достаточных доказательств. Обнадеживающие результаты такого лечения наблюдаются от 5-0 до людей. Объединение боципривира или телопривира с рибовирином и ПЭК-интерфероном-Альфа улучшает противовирусный ответ на лечение у больных с гепатитом С1-го. Генотипа. Побочные эффекты при лечении являются общими, причем у половины из проходящих лечений людей имеются гриппоподобные симптомы и третьи испытывают эмоциональные проблемы. В первую очередь нужно думать о профилактике и своевременном обнаружении вируса. Основной метод применяющийся в настоящее время для диагностики HCV-инфекции и ФАИ-ПЦР. Для уточнения состояния печени проводят фибросканирование или биопсию печени. Гепатит D. Гепатит D провоцируется вирусом гепатита D и характеризуется острым развитием с массивным поражением печени. Дельта-вирус способен размножаться в клетках печени и только в присутствии вируса гепатита B. Так как для выхода из клетки частицы дельта-вируса используют белки вируса гепатита B. Гепатит D распространен повсеместно. Источником вируса служит больной человек или вирусоноситель. Заражение вирусом D происходит при попадании вируса непосредственно в кровь. Пути передачи схожи с таковыми при гепатитах B. Лиезинкубационный период длится от 3 до 7 недель. Клиническая картина напоминает клинику вирусного гепатита B. Однако течение заболевания, как правило, более тяжелое. Острые формы заболевания могут заканчиваться полным выздоровлением больного. Однако в некоторых случаях развивается хронический гепатит, приводящий к циррозу печени. Вакцинация против гепатита B защищает от заражения гепатитом D. Гепатит Е Гепатит Е провоцирует симптомы схожие с симптомами гепатита, хотя иногда может принимать фульминантное развитие. В особенности у беременных женщин по способам передачи гепатит Е близок к гепатиту A. Он может передаваться через зараженную вирусом воду, пищу, а кроме того, через кровь. Тяжелые исходы в виде фульминантного гепатита, приводящего к смерти, при гепатите Е встречаются значительно чаще, чем при гепатите A и остром гепатите B. Наиболее часто гепатит Е встречается в Центральной Азии и странах Африки. Вирус был открыт и описан в начале 80-х годов XX века в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов. Группа и ученых под руководством М. Балаяна Гепатит F Гепатит FGF Еще один тип вирусного гепатита человека, существование которого предполагается на основании эпидемиологических данных и предварительного изучения в опытах на обезьянах отдельных изолятах. Вирус от больных под трансфузионным гепатитом Имеются сведения, что некоторая доля больных, перенесших явно пострансфузионный гепатит, остается серонегативной в отношении всех маркеров известных вирусных гепатитов человека в различных странах Запада. Эта доля достигает от 15 до 20%. Более того, длительные наблюдения за отдельными больными лицами с высоким риском заражения пострансфузионным гепатитом, такими как наркоманы или больные гемофилии, Показали, что у них имеют место повторные заболевания желтухой, в том числе и теологически не связанные с вирусами гепатитов А, С, Д, Е и G. Под термином гепатит F рассматриваются очевидно два разных вируса пострансфузионного гепатита, который по некоторым свойствам отличается от вирусов гепатита B, гепатита C и гепатита G. Один из них присутствовал в образцах донорской крови. Он был устойчив к жирорастворителям и не вызывал образования, характерных для гепатита C, ультраструктурных изменений в гепатоцитах. Заражение из шимпанзе иммунных гепатиту C приводило к развитию гепатита подобного заболевания. А заражение иммунных шимпанзе не сопровождалось появлением антител к вирусу гепатита C. Другой был выделен из фекалии больного пострансфузионным гепатитам. При заражении маккокрезусов он вызывал гепатит, был способен размножаться в монослойных культурах клеток и по своим морфологическим свойствам напоминал одиновирус. Гепатит G Вирус гепатита G был выделен в 1995 году научной группой фирмы Аббат под руководством Ай. Машавар от больного хроническим гепатитом C, а впоследствии от больных гепатитом не они Е. Высказывается предположение о наличии как минимум три генотипов и нескольких субтипов вируса. Возможно путепередача с кровью и через половый контакт, но пока еще не совсем ясно вызывает ли он гепатит сам или ассоциируется с гепатитом другой теологии. Его первичное размножение в печени на данный момент не доказано. Вирус гепатита G относит к тегивирусам. Одна нитивая РНК содержащий, неустойчив в окружающей среде, мгновенно погибает при кипячении. Токсические гепатиты Лекарственные гепатиты Варьируют от человека к человеку. Вообще, практически любой лекарственный препарат способен вызвать поражение печени и развитие гепатита разной степени тяжести. Особенно тяжелые формы гепатита развиваются при отравлении такими веществами как Яд бледной поганки, белый фосфор, парацетамол, 4-х хлористый углерод, промышленные яды и ДР, аутоиммунные гепатиты, как и другие аутоиммунные заболевания. Аутоиммунный гепатит чаще встречается у женщин. Общая заболеваемость составляет примерно от 15 до 20 человек на 100 тысяч населения. В основе патогенетического механизма развития аутоиммунного гепатита лежит врожденный дефект мембранных рецепторов HLA-2. Аутоиммунный гепатит является самостоятельным заболеванием, которое развивается вследствие дефекта работы иммунной системы, и в первую очередь развитием патологических иммунных реакций против собственных гепатоцитов. При этом достаточно часто в процесс вовлекается не только печень, но и крупные железы внешней и внутренней секреции, в том числе поджелудочное железо, щитовидная железа, слюнные железы. Международной группой по изучению аутоиммунного гепатита выделены признаки, которые делают диагноз аутоиммунного гепатита определенным или вероятным. В пользу аутоиммунного гепатита свидетельствует женский пол, повышенный уровень сывороточных аминотрансфероз, низкий уровень щелочной фосфатазы, гипергаммоглобулиния с повышением ИГГ-сыворотки. Положительные антинуклеарные антитела, антитела гладкой мускулатуре, печеночно-почечные и микросомальные антитела 1 типа, отсутствие в сыворотке, крови и маркеров вирусных инфекций, отрицание больным злоупотребления алкоголем, отсутствие указаний на переливание крови или применение гипототоксичных лекарственных средств в анамнезе. Для диагноза аутоиммунный гепатит необходимо наличие высокого титра антинуклеарных антител, антител гладкой мускулатуре или антител к микросомам печени и почек 1 типа.